Бойцы, чемпионы и просто фанаты, приветствую вас в очередном ролике. С вами канал новости UFC и по традиции все самое свежее и конечно же интересное уже ждет вашего внимания. Ну а вы друзья, поддерживайте ролик своим лайком, комментарием, а кто еще не подписан, подписывайтесь. Ведь благодаря вашей активности я стараюсь сделать ролик максимально интересным, информативным и без всякой от себя чины. Ну а вам приятного просмотра. Как стало известно, популярный российский боец Александр Емеляненко, проспоривший свой автомобиль Mercedes, президенту бойцовского клуба Ахмат Абузайду Вайсмурадову, сдержал свое слово и отдал свой Mercedes. Напомню, что спор заключался в том, что Александр поспорил не пить спиртное в течение одного года. Однако после поединка с Магомедом Исмаиловым сорвался. Об этом сообщил менеджер Емеляненко. Стоит отдать должное Александру, он свое слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого начинается от 3 миллионов рублей и выше. Учитывая немалую сумму, этот спор должен был быть отличным стимулом для Александра Емеляненко. Но как видите, у Александра есть некое свое желание, которое иногда невозможно усмирить. Также менеджер сообщил, что Емеляненко без проблем может выступать еще 3-4 года, и для этого у Александра все есть. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сихуда обратился к именитому российскому борцу Бувайсару Сайтиеву, который накануне отметил свой 46-й день рождения. Сихуда написал «Поздравляю с днем рождения величайшего искателя всех времен Бувайсара Сайтиева». Написал Генри, сопроводив поздравления тремя золотыми кубками, символизируя 3 золотые олимпийские медали. Для тех, кто не знает или не помнит, сообщу, что в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине Сихуда завоевал золотую медаль по вольной борьбе в весе до 55 кг, а Бувайсар Сайтиев там же стал обладателем 3-го олимпийского золота в весовой категории до 74 кг. Экс-чемпион UFC Доминик Круз отреагировал на заявление Ти-Джея Дилошоу, который раскритиковал экс-российского чемпиона Питера Яна и назвал его читером за нелегальный удар в титульном поединке против Алджамея Стерлинга. Я понимаю, что Ти-Джей пытается оставаться актуальным, но я не уверен, что он использует для этого подходящие слова. Конечно, когда все тебя не любят за то, что ты читер, ты можешь пойти ва-банк, потому что хуже уже не будет. Но называть читером Яна – это для Ти-Джея, как посмотреть в зеркало. Он просто еще раз выставил себя на позор, раскрыл свою сущность, пытаясь выглядеть немного лучше на фоне другого. И увидеть Яна – это для Дилошоу, как посмотреть в зеркало. О, смотрите, он тоже читер. Что тут скажешь? Круто, если, конечно, тебе не больше восьми лет. Заявил Крут. Резидент UFC Дана Уайт назвал главную ошибку, допущенную Коннором Макгрегором при подготовке к поединку с Дастином Парье, а также дал понять, что переговоры с Парье не станут препятствием в организации заключительного матча трилогии, запланированного на лето текущего года. Также Уайт в очередной раз доказал, что он заранее планирует дальнейшие действия своих бойцов при любом исходе поединка. Дана Уайт сообщил, что планирует матч Коннора Макгрегора и Парье на лето, и с этим нет никаких трудностей. Дана Уайт сообщил, что перед поединком с Макгрегором Парье заключил сделку и подписал контракт, что будет, если он выиграет, и что будет, если он проиграет. Все было прописано в этом соглашении, так что на руках есть действующий контракт. Также мы помним, что после поражения Макгрегор заявил о том, что больше не будет делать из себя хорошего парня. Но глава UFC не думает, что отсутствие психологического прессинга и трэш-штока со стороны Макгрегора сказалось бы на результате боя. Я не знаю, так это или нет, только Коннор может ответить на этот вопрос. Но я думаю, что он просто недооценил Дастина и смотрел ему за спину. Типа сейчас я по-быстрому с ним разберусь и займусь более важными делами. Но я уверен, что он подойдет с очень серьезным настроем к текущему поединку, нежели к предстоящему, сказал Уайт. Третий номер рейтинга полусредневесов UFC Леон Эдвардс уверен в том, что действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов был бы успешным в полусредневесовой категории. Эдвардс уверен, что Хабиб вошел бы в топ-5 сильнейших бойцов дивизиона, заявив, что Хабиб не маленький легковес, а крупный парень и сильный грэпплер. И достаточно крупный для полусреднего веса. И Эдвардс на 100% уверен, что Хабиб был бы успешным в 77 килограммах. Ну а далее российский экс-чемпион Петр Ян в своих соцсетях оставил философский пост, который в свое время написал легендарный боксер Мухаммед Али. А звучит он так. «Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможно – это не факт, это только мнение. Невозможно – это не приговор, это вызов. Невозможно – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможно – возможно». Слова Мухаммеда Али. Также Петр Ян впервые открыто рассказал, что произошло во время поединка и что думает о новом чемпионе Алджамей Стерлинге, назвав его бумажным чемпионом. В тот момент, когда бой остановили, я все еще не осознавал, что сделал что-то незаконное. Я пытался понять, что происходит. Затем я увидел запись, и я увидел, как в этот момент доктор вошел в клетку, и рефери разговаривал с ним. Рефери говорил доктору, что это колено незаконно, и он собирается дисквалифицировать меня, а Алджамей просто сидел рядом с ними. Он слышал, что рефери говорил врачу, и после этого мы видели, что Алджамейу становилось все хуже и хуже с каждой секундой. И так он начал валяться на земле. Вы видели первые несколько мгновений после того, как колено было нанесено. Он пытался восстановиться, но потом я чувствую, что он начал преувеличивать. Он начал играть, потому что он услышал, что сказал рефери. Я чувствую, что он мог бы продолжать, но это был его выбор. Затем Алджамей дает интервью после боя, рассказывает о том, что происходило. Так что для меня очевидно, что он очень хорошо знал, что произойдет, что он делает. И это его осознанное решение получить победу дисквалификации. UFC уже связывались со мной и спросили, когда я снова буду готов драться. И я сказал им, что буду готов через месяц-два. И как я уже сказал, я уже наказан за то, что сделал. Я уже потерял пояс, я потерял бонус за платные трансляции и все, что связано с тем, что я был чемпионом. Теперь единственная логичная вещь – это реванш. Я не собираюсь ему ничего говорить. Но вы помните, перед боем он многое говорил о том, что я бумажный чемпион. Теперь мы видим, кто тут бумажный чемпион. И это он. Я бы даже не прикасался к поясу, выигранному так. Мне было бы стыдно с ним фотографироваться. И я чувствую, что Стерлинг фальшивка. Ну а далее назван следующий соперник Тони Фергюсона. И как стало известно, бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон вернется в октагон 15 мая на UFC 262 в Лас-Вегасе. А его соперником станет девятый номер дивизиона Беннил Дариуш. Ну и в завершении. Глава Американской академии кикбоксинга Хавьер Мендес оценил выступление Ислама Махачева на UFC 259. А также рассказал, чем российский боец отличается от чемпиона и своего друга и товарища по команде Хабиба Нурмагомедова. В целом я считаю, что Ислам показал фантастическое выступление. Я бы хотел, чтобы Хабиб в своих боях делал то же самое. Слушал меня. Потому что обычно Хабиб меня не слушает. Когда он первый раз дрался за титул, он много времени провел в стойке. А я этого не хотел. Также Хабиб дрался в стойке с Конором. Он дрался в стойке с Майклом Джонсоном. И он игнорировал меня большую часть времени. Но в своем последнем поединке Хабиб меня не игнорировал. И сделал все так, как я хотел. А вот Ислам делает это постоянно. Махачев настоящий профессионал. У него высокая бойцовская IQ. И замечательный грэплинг, как вы могли видеть. Так что да, он заставил гордиться собой всю команду. План отца был абсолютно эффективен. Также Мендес оценил вероятность организации поединка между Исламом Махачевым и Тони Фергюсоном. Заявил. Мне нравится эта идея, учитывая всю историю несостоявшегося боя с Хабибом. Но скоро начинается Рамадан. А я слышал, что Тони хочет драться как можно скорее. Я не думаю, что Тони должен кого-то ждать. Он рвется в бой. А мы не будем готовы к тому времени. Когда он хочет драться. Но я надеюсь, мы получим в соперники топового бойца. Кого-то типа Чарльза Оливейры или Рафаэля Досаньоса. Ведь бой с РДА был назначен, но не состоялся. Так что почему бы не закрыть этот вопрос. И сейчас Абдул-Азиз ведет переговоры с UFC. И я надеюсь, что следующий бой Ислама будет с топовым оппонентом. Ну и на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Ну а вы поддерживайте ролик своим лайком. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Поскольку на портале YouTube часто бывают сбои. Ну а с вами был канал Мовости UFC. Всего вам наилучшего. Мира и добра. Пока-пока.